Производство хмеля в республике выходит на новый уровень. Этому во многом способствует республиканская программа. В ней определены все точки роста этой уникальной культуры. Итоги работы отрасли хмелеводства и перспективы развития обсудили на встрече с руководителями специализированных предприятий. Выращиванием и частично переработкой зеленого золота в республике занимаются пять предприятий. Свои опытные плантации есть у Чувашского аграрного университета. По итогам прошлого года прирост сбора хмеля составил 5%. Он активно используется в пивоварении, фармации, парфюмерии. Но надо двигаться дальше, проводить научные исследования, годных к выращиванию в наших климатических условиях сортов, изучать методы борьбы с вредителями, технологии переработки и многое другое. Хмелеводы очень рассчитывают на поддержку правительства. Большие средства требуются на техническое оснащение отрасли. Та техника, которая у нас осталась в свое время чешского производства, она уже не справляется. Возапрошлым году запустили новый комбайн свой, произвели в Чувашской республике, и, к сожалению, не полностью сегодня соответствуют требованиям хмелеводов. Решили изучить снова комбайны, произведенные в других странах. Мы обязательно постараемся включить эти комбайны в реестр разных лизинговых компаний в реестр, чтобы по лизинговой схеме можно было купить. И обязательно постараемся сделать так, чтобы покупка техники, которой нет в нашей стране, но альтернативной техники, если нет, тоже эта техника субсидировалась. Важная составляющая хмелеводства – его переработка. В прошлом году гранулированный продукт экспортировали в Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан. Специалисты получили очень хорошие отзывы о качестве. Чувашский научно-исследовательский институт сельского хозяйства получил патент на хмель. Поэтому в этом году мы получили патент на цивильский хмель. В связи с тем, что в нашем же цивильском районе находится и глубокая переработка хмеля, то мы хотим сейчас уже оформить запатентованный знак и выпускать продукцию цивильского хмеля для наших производителей пива. Чтобы убрать недобросовестных поставщиков хмеля, мы запатентовали этот товарный знак. В перспективе ежегодный прирост продукции должен составлять не менее 10%. При поддержке государства это вполне посильная задача, считают мельеводы. Екатерина Шиверова, Дмитрий Салманов, Республика.